Сегодня мы начинаем новую серию проповедей об Ионе, которая поможет вам лучше понять Божью благодать и его любовь к вам. Я знаю, что у всех бывают моменты, когда мы удаляемся от Бога. Но Творец Вселенной знает наши слабости, Он всегда готов поймать нас и вернуть к себе. Иногда Бог даже допускает штормы в нашей жизни, но их цель не наказать нас за грех, а отвернуться от греха. Так было и с Ионой, и то же самое Бог желает делать и для вас. Давайте послушаем проповедь и узнаем, как Он пришел к этому. Почему ты выбрал меня? Это задание слишком сложное. Я знаю, что ты хочешь, чтобы я пошел туда, но это земля, которую мне еще предстоит узнать. Поэтому я спрашиваю, почему я? Я знаю, что ты скажешь, поэтому я убегу от тебя. Разве плот не к этому склонна? Я боюсь тебя, но боюсь и последствий моих решений. Я не хочу, чтобы плоть мешала мне, но это моя самая большая проблема. Поэтому я убегу в место под названием Таршиш. Я буду молчать о твоей воле, руководствоваться своими чувствами и прятаться. Я не послушался тебя и пытался убежать, пока не осознал, что ты всегда доводишь до конца то, что начал. И тебя достал не этот мир, а состояние моего сердца. Поэтому прости меня. Круто, правда? В этих словах вся моя проповедь. Хочу приветствовать всех, кто слышит меня сейчас. Мы начинаем трехнедельную серию по книге Ионы. Это короткая книга, но в ней полно Божьей силы. Это история о маленьком человеке, который повстречал большую рыбу еще большего Бога. Но история Ионы не совсем об Ионии, даже не о Ките. Она не о бунте Ионы или о покаянии Ниневии. Все значительно глубже. Это история об отношении Бога к вам и о его благодати. Если коротко, то это история о том, что никогда не поздно стать тем, кем ты должен быть. Никогда не поздно стать тем, кем ты должен быть. У Бога всегда есть благодать, надежда. Он Бог второго шанса. Какого-то пятнадцатого шанса или тридцатого шанса. А вы этому рады? Поэтому никогда не поздно стать тем, кем вы быть должны. Также это история о том, что вы можете бежать, но не можете спрятаться. Расскажу вам эту историю. Иона был Божьим пророком. Эта работа заключалась в том, чтобы услышать послание Бога, а потом передать его людям. Тогда у людей не было Библии, они не читали слова. Поэтому пророки были этим словом от Господа. Бог говорил что-то, а они передавали это людям. Обычно пророческие книги Ветхого Завета, такие как книга Амоса или Иеремии, сфокусированы на самом пророчестве, на слове Бога к людям. Но эта книга больше сконцентрирована на реакции Ионы, на это слово. Даже не на реакции людей, а на реакции Ионы. Многие люди, читая эту историю, много внимания уделяют киту или большой рыбе. Кстати, многие люди посвятили много времени тому, чтобы понять, действительно ли возможно, чтобы человек застрял в животе кита и остался жив. Другие думают, что это лишь метафора. Вот как думаю я. Я думаю, что Бог, который создал Вселенную из ничего, Бог, который произнес Слово, и в небе появились планеты, Бог, который создал Землю и море, и все, что на Земле и море, Он знает, как сделать так, чтобы человек остался в живых на три дня. Для него это вообще не проблема. Он придумал, как вы можете девять месяцев прожиться в животе у мамы, Поэтому три дня — это ничего. А еще в Евангелии от Матфея, 12 главе, Иисус упоминает Иону, который пробыл три дня в животе кита. Поэтому не отвлекайтесь на то, возможно ли это. Не упустите главную мысль, которую хочет донести до нас Бог. Грустный отрывок, который мы посмотрим чуть далее, этот человек бежал от Божьего лица. У нас человек, которому не понравилось то, что Бог велел ему сделать. Повеление было четким и ясным, но Ион и был с ним не согласен. Ему не понравилось то, о чем Бог его попросил. А вам когда-то Бог говорил делать то, что вам не нравилось. У вас было такое, что вы читаете Слово, а потом приходите в церковь, и во время проповеди Бог говорит вам что-то, а вы думаете, фу, я не хочу этого делать. Я не хочу прощать с того человека. Но, кстати, о Слове, давайте читать. «И было Слово Господне к Ионе, сыну Амафину, «Встань иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за паровоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа». Итак, например, Бог говорит вам об отношениях, которых вам не стоит быть, а вы продолжаете поддерживать их. Или же Он говорит вам о какой-то привычке, а вы пытаетесь скрыть ее ото всех. Или же Он призывает вас служить и строить Его царство. И каждый раз, когда мы говорим о команде мечты, вы знаете, что это касается и вас, но стоите в стороне. «Вам не нравится это повеление». Так было в случае с Ионой. Он говорит, «Я не хочу это делать». Бог говорит, «Ионе идти в Ниневию». А он отвечает, «Нет, я не хочу». А почему он не хотел идти туда? Ниневия была столицей Осирии. Это были враги Израиля. Это территория современного Ирака. А Таршиш находился на противоположной стороне Средиземного моря. Бог послал его на северо-восток, а он отправился на юго-запад. Он уплыл в другом направлении. Но вы можете его понять, когда узнаете, кем были ниневитяне. Историки говорят, что они были очень жестокими людьми. Они живьем снимали кожу со своих врагов. Они отрубали языки. Отрубали головы. А потом выставляли их на коле и ходили с ними. Они даже собирали головы всех своих врагов у ворот в город. Мол, добро пожаловать в Ниневию. Неудивительно, что Иона не хотел идти туда. Я бы тоже не захотел. Они же могли со мной так поступить, да? Они были как современные бандиты. А еще они были врагами Израиля. Поэтому Иона... Наверное, я знал тех, кого эти люди мучили и убили. Поэтому он, возможно, не хотел, чтобы они обрели Божью благодать. Он хотел, чтобы они пережили не Божью милость, а Божий суд. Поэтому Иона убежал от Божьего повеления. Заметьте. И пришел в Эопию и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за паровоз и вошел в него. Он опустился в Эопию, потому что опустился на корабль. Потом он опустился на дно океана. Понимаете, к чему я веду? Когда вы бежите от Бога, вы всегда опускаетесь вниз. Вначале вы можете этого не заметить, но непослушание всегда тянет вас вниз и держит вас именно там. Здесь сказано, что он нашел корабль, который отправлялся в Таршиш. Когда вы пытаетесь убежать от Бога, у врага уже готов для вас корабль, который уходит в другом направлении. Добро пожаловать на борт. Враг сделает все, чтобы вам было проще не послушаться Бога, но только в начале. Но не слушаться Бога всегда непросто. Скажу это еще раз, чтобы вы меня услышали. Дьявол упрощает непослушание Богу, но непослушание — это всегда непросто. Божьи пути простые, но не всегда легкие. Задание было простым и понятным. Иона знал, где находилась Неневия. Не было так, что он не понял Божьего повеления. Повеление не было сложным, но оно не было легким. Дьявол пытается убедить нас, что его путь правильный и удобный. Но Библия говорит, что есть путь, который кажется человеку правильным, но он ведет к смерти. Итак, Иона заплатил и сел на корабль. Он заплатил и сел на корабль. Когда вы бежите от Бога, вам всегда придется платить за это. Понимаете? Побег от Бога всегда будет вам чего-то стоить. Побег от Бога заставит вас заплатить больше, чем вы рассчитывали. Кто-то сказал, грех уведет вас дальше, чем вы хотите. Будет держать вас дольше, чем вы хотите. Будет стоить вам дороже, чем вы готовы заплатить. Всякий раз, когда вы уходите от Бога, а вы уходите дальше, чем думали. Я даже не думал, что один шаг, одно решение, один бокал, один взгляд заведет меня так далеко. Грех уведет вас дальше, чем вы хотите. Будет держать вас дольше, чем вы хотите. Будет стоить вам дороже, чем вы готовы заплатить. Итак, Иона садится на корабль и находит легкий выход из ситуации. А когда вы выбираете легкий выход, то, во-первых, вы что-то упускаете. Когда вы выбираете легкий выход, вы что-то упускаете. Божье предназначение для вашей жизни прежде всего. Иона чуть не вычеркнул себя из этой истории. Он чуть не упустил возможность сотрудничества с Богом. Вы только подумайте. Маленький ограниченный Иона мог стать партнером большого, безграничного Бога в деле, которое на первый взгляд казалось невозможным. Бог призвал его достигать людей, которые были далеки от Бога. Он должен был стать Божьими устами, послом Бога. Бог решил выбрать его, чтобы принести свое обращение к ниневитянам. Звучит знакомо? Так и должно быть. Мы с вами, как Иона, получили поручение от Бога стать его глашатаями в школе, на работе, в семье, в своем квартале, в спортзале, в магазине. Что сказано во втором послании к Коринфянам? Помните? Это пятая глава, 20 стих. Мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас. Все именно так. Он обращается к миру через нас. Если вы еще в школе, то, может, Бог призывает вас в ниневийскую среднюю школу. О, да. Это безбожные дети, и там происходят ужасные вещи. Я знаю. Но как они узнают что-то лучшее? Кто покажет им лучший путь, если не вы? А может, вы работаете в корпорации? Ниневия. И там у вас люди, которые не могут отличить правую руку от левой, которые совсем не знают жизни. Как вы думаете, почему вы там оказались? Почему? Бог поместил вас именно там. Вы его уста. Вы его посол. Но если вы выберете легкий выход, то упустите возможность быть использованным Богом и стать его партнером. Я очень рад, что мои родители не выбрали легкий выход, когда Бог призвал их начать эту церковь. Вы не знаете, но мой отец был тренером по футболу в колледже. У него была прекрасная карьера, он был очень успешным, и ему было бы проще просто остаться на той работе, чем начинать церковь. А еще на работе было много премий. Помню, когда я учился в школе, он каждый год получал билеты на все финальные игры. У него было 4 билета, я всегда ходил с ним на матчи. Мы всегда сидели почти на самом поле. Да, а еще на работе регулярно платили зарплату, поэтому стоило за нее держаться, но он выбрал не то, что проще, а то, что правильно. Я очень этому рад, иначе я тоже упустил бы все это, и все те семьи, которые помогали нам с самого начала. Все мы упустили бы эту возможность, если бы выбрали легкий выход из ситуации. Вы рады, что мы так не сделали? А когда Бог призывал нас начать детский дом, мы понятия не имели, что мы делаем. Проще было бы сказать, это не наша проблема. Пусть этим занимается государство. Но я так рад, что мы не упустили это приключение, в ходе которого мы помогли тысячам детей, которые не знали о Боге и Его любви. Мы могли упустить эту сверхъестественную возможность. Я так рад, что, когда мы как церковь выросли из этого места, мы не сказали, «Очень жаль, а начали церковь в разных местах». Было ли это так легко? Нет. Не просто искать новые здания. Но разве вы не рады, что мы не пошли по легкому пути? Иначе мы упустили бы тысячи семей. Вспомните, Пойнт-Бич, было проще бы не покупать то здание, не срывать эскалаторы и поднимать крышу. Но я так рад, что мы не пошли по легкому пути. Я так рад, что мы целых семь лет занимались ремонтом старого школьного здания в Стюарте. Наконец-то у нас есть еще одно помещение. Я так рад, что мы пошли на это, иначе мы могли столько упустить. Бог использует нас в разных местах, и мы этому очень рады. И в одной из локаций мы работаем над зданием почти 10 лет. Бог вам в помощь. Но я рад, что мы не пошли по легкому пути, потому что каждый человек приходит в то здание, находит Иисуса, и оно того стоит. Аминь. Мы ни о ком не забываем. Мы с вами, и мы верим, что впереди еще много хорошего. Но я так же понимаю, что то, что сработало для всей этой церкви, так же сработает и для вас лично. Когда вы выбираете легкий путь, то упускаете все то, что Бог желает делать через вас, поэтому не упускайте. Итак, Иона бежит от Божьего повеления. А как же лично вы относитесь к Божьему повелению? Как к вмешательству или как к приглашению? Когда Бог призывает вас к чему-то, вы воспринимаете это как вмешательство в вашу жизнь или как приглашение к новой, настоящей жизни. Только представьте себе эту удивительную, может быть, нелепую картину. Корабль разваливается на части, все в панике и начинают выбрасывать груз за борт. Наверное, все было очень плохо, потому что груз — это их заработок. Им платили за доставку этого груза из точки А в точку Б, именно так. Давайте посмотрим четвертый стих. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер и сделалось на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и вызывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Вы только подумайте. Ужасные последствия, и все это из-за непослушания ионы. Вы должны понять, что ваш грех влияет не только на вас. Ваши решения влияют не только на вас. Ваши решения влияют на людей, которые вас окружают. Итак, когда мы выбираем легкий выход из ситуации, другие теряют от этого. Когда вы выбираете легкий путь, другие терпят потери. Речь не только о ненегтянах, которые никогда не услышат Слово Божие, но и обо всех людях на корабле. Для всех это стало потерей, потому что Иона выбрал легкий путь. Я однажды слышал проповедь под таким названием, «Чего мне стоит ваш грех?» Проповедник рассказывал о человеке из его церкви, который решил уйти от жены к любовнице. Это буквально уничтожило его жену, а они развелись. Это сказалось на детях. Дети поверить не могли, что папа мог так поступить. После развода маме пришлось выйти на работу, то это значило, что после школы дети были дома одни. Это привело к новым проблемам. Затем пастор и лидеры церкви пытались консультировать их и помогать им. И он говорил, «Видите, чего ваш грех стоит мне?» Он сказывается не только на вас, но и на мне. Когда мы выбираем легкий путь, другие несут потери. Запишите это. Я уже говорил это, но хочу повторить. Решения, которые я принимаю сегодня, определяют, какие истории я буду рассказывать завтра. Поэтому не выбирайте только легкий путь. Итак, корабль разваливается, они бросают груз за борт, а и он и крепко спит. Как это возможно? Как можно спать в такой ситуации? Это говорит мне о том, что вы так далеки от воли Божьей, что даже не понимаете, когда он хочет привлечь ваше внимание. Итак, говорится, пришел к ним начальник корабля и сказал ему, «Что ты спишь? Стань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». Капитан Безбожник говорит пророку, что тому нужно помолиться. Очень странно. Не так ли? Они тянут жеребий, чтобы понять, кто ответственен за этот шторм, и жеребий выпадает на Иону. И в 9 стихе Иона говорит, «Я еврей, чту Господа Бога Небес, сотворившего море и сушу». Я могу целую проповедь рассказать на основании этого стиха. Он говорит, «Я еврей, и почитаю Господа Бога, но делаю это по-своему. Я поклоняюсь Богу и чту Его, но делаю то, что сам считаю правильным». Нет, Иона. Чтить Господа — это значит бежать к своему предназначению и призванию, принимать все, что Он даст тебе, а не бежать и прятаться. Но сегодня не об этом. Я хочу вам кое-что показать. Я молился за вас, и это слово Бог дал мне именно для вас. Шторм начался, а не потому что Бог был зол на Иону. На самом деле, Бог использовал шторм, чтобы вернуть Иону к его предназначению и призванию. Шторма в вашей жизни нет для того, чтобы вы поплатились за свои грехи, а чтобы развернуть вас от ваших грехов. Скажу это еще раз. Штормы в вашей жизни не для того, чтобы вы поплатились за свои грехи. Иисус уже заплатил за ваши грехи, а для того, чтобы развернуть вас от ваших грехов. Смысл шторма не в наказании, а в восстановлении. Шторм задуман не для того, чтобы вывести вас из игры, но чтобы вернуть вас в нее. Я проповедую лучше, чем вы реагируете. Вы должны понять, что шторм, который вы проходите, происходит не потому, что Бог зол на вас. Он любит вас. Он пытается вернуть вас домой, вернуть вас на правильный путь. Кому-то нужно было это услышать. Это послание о надежде и благодати. Это послание о сердце Отца. Итак, когда они поняли, что дело в Ионе, Он сказал, что все успокоится лишь тогда, когда они бросят его за борт. Но они так и сделали. И первая глава заканчивается такими словами. «И повелел Господь большому киту проглотить Иону. И был Иона в очреве этого кита три дня и три ночи». Господь повелел большому киту. Он сказал этому киту, «Эй, у меня там есть один идиот». Он тонет, и ему нужна помощь. И кит ответил, «Да, Господь, как скажешь. Вы только подумайте». Кит был более чувствителен к Богу, чем Иона. Но сейчас и не об этом. Итак, когда вы выбираете легкий выход из ситуации, происходят три вещи. Во-первых, вы упускаете Божие предназначения. Во-вторых, другие несут потери. Но и в-третьих, легкий выход всегда нелегкий. Всегда. Может, вам было легко сесть на корабль, но дальше легко не будет. В шторме не было ничего легкого. Стих, который я упоминал ранее, находится в 14 главе притчи, и это конкретно 12 стих. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Да, все кажется хорошим и правильным. Все делают так, так почему бы и нет? Давай, я попробую. Нет, не идите этим путем. Этот путь кажется правильным, но это не так. Есть путь, который действительно правильный и который приведет вас к жизни. Иона пришел в Иопию и нашел корабль, который увезет его подальше от Неневии. Казалось, все хорошо, но это привело к проблемам и неприятностям. Легкий путь никогда не будет легким. Также в первом послании Иоанна, 5 главе, 3 стихе, сказано о том, что такое настоящая любовь к Богу. Вы можете говорить, что любите его, можете петь песни, но... Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди его. Посмотрите на окончание стиха. И заповеди его не тяжкие. Это означает, что его пути не тяжелые. Поэтому цель соблюдения заповедей не в том, чтобы угнетать нас. На самом деле мир угнетает нас и тянет нас вниз. Мир высасывает из вас жизнь, а не Божьи пути. Иисус сказал, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Если вы будете ходить моими путями, я дам вам жизнь, надежду и предназначение». Вот что Бог имеет для вас. Бог не оставил иону в животе кита, но чтобы услышать продолжение истории, вам нужно прийти сюда через неделю. Я забросил крючок для вас. Но сегодня я хочу донести до вас, что никогда не поздно стать тем, кем вы должны быть, кем бы вы ни были сегодня. Вы можете развернуться на 180 градусов. Некоторые из вас направляются в Иопию. Вы начнете постепенно отходить от воли Божией для вашей жизни. Вы еще не сели на корабль, вы еще не в животе кита, но вас тянет именно туда. Остановитесь прямо сейчас. Не пытайтесь дойти до Иопии. Некоторые из вас уже в Иопии, и вы стоите на причале. Вы наблюдаете за кораблями и обдумываете варианты. Я хочу сказать вам, не садитесь на корабль. Некоторые из вас заканчивают школу, и вы в восторге, ваши родители в большом восторге. Мы все рады за вас, но через несколько месяцев вы отправитесь в колледж, и дьявол сделает все, чтобы предложить вам корабль, на который вам будет очень просто запрыгнуть и забыть все, чему вас учили. Не садитесь на корабль. Не отказывайтесь от своего призвания и предназначения. Корабль будет причаливать к вам каждый день. Дьявол сделает все возможное, чтобы вам было просто уйти от Бога. Но не смейте уходить от Бога. Не смейте уходить от своего призвания. Некоторые из вас уже заплатили, но вы все еще можете отказаться плыть на этом корабле. Если вы еще не сели на этот корабль, то развернитесь. Некоторые из вас уже посреди шторма, и вы думаете, сможете ли вы его пережить? Я напоминаю вам, что цель шторма в том, чтобы вернуть вас к Богу. Спасибо за то, что смотрели нас. Напоминаю вам, что никогда не поздно вернуться, если вы позволили себе отдалиться от Бога. Как я уже говорил, грех уведет вас дальше, чем вы хотите, будет держать вас дольше, чем вы хотите, будет стоить вам дороже, чем вы готовы заплатить. Когда Иона понял, как далеко он ушел от Бога из-за своего непослушания, он покаялся, то есть он вернулся к Богу, тогда жизнь Иона изменилась. Такой шаг может изменить вашу жизнь. С Богом никогда не поздно стать тем, кем вы должны быть. Повернитесь к Богу и попросите у Него прощения. Иисус войдет в вашу жизнь и будет жить вашим сердцем. Книга Михея говорит нам, «Ты снова смилуешься над нами, ты растопчешь наши грехи и отшвырнешь все наши беззакония в пучину морскую». Как же это прекрасно. Если вы понимаете, что вам нужна Божья милость, вы хотите, чтобы Иисус вошел в вашу жизнь, повторяйте за мной эти слова. Дорогой Господь Иисус, спасибо за то, что ты любишь меня таким, какой я есть. Ты нужен мне. Войди в мое сердце и стань Господом моей жизни. Я разворачиваюсь от греха и от старой жизни и обещаю следовать за Тобою всю мою жизнь. Я молюсь во имя моего Господа Иисуса Христа. Аминь. Надеюсь, вы присоединитесь к нам в следующий раз. Заходите на наш веб-сайт, а также приходите на наше собрание, чтобы услышать вторую часть проповеди об Ионе. Будем вас ждать. Иисус